Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием No Man Sky. Остановились мы на том, что забрали наш кораблик из предзаказа, наконец-то. Он вроде и пошустрее, и ячейка у него дополнительная есть, так что будем наслаждаться теперь нашим новым кораблем. И также в прошлой серии мы приземлились на очередную планету, и... кто на меня нападает? Слушайте, за мной кто-то охотится. Вот эти вот что ли жирные? Блин, тут все толстые, конечно. Я не знаю, всех обзываю жирными. Он где-то рядом. Он застрял, что ли, в кактусе? Ну-ка, выходи, мразь. Что, решил на меня поохотиться? Воу, смотрите. Грибочек какой-то ходячий. Зрелый, непредсказуемый хищник. Это он и есть, серьезно? Это ты на меня охотишься, друг? Здорово. Жукан какой-то. О, ни хрена себе! Погоди, погоди, я не думал... Что-то такой дерзкий. Что он делает? Блин, стрёмный жук. Только послушайте, какие он странные звуки издает. А это кто за ним? Какой-то крыс. Ушастый. Да, блин, отойди, жукан. Дай мне посмотреть на крысы теперь. Да, похоже, это жук. Хищник. И... Вроде он не нападает. Блин, крысы эти бегают просто жесть. Я не успеваю их отсканировать. А, я уже сканировал. Окей. Так, ну на этой планете, смотрите, довольно много животных. Какие-то крысы. Хотя на крысы это не похоже, конечно. На кого они похожи вообще? Даже, честно говоря, не знаю. Но жук был стрёмный! Ай! Тварь! Ну всё, тебе хана. Пора разобраться с этим жуком. На тебе лазером в глаз. Блин, он чё, бессмертный, что ли? Убегает, мразь. На тебе ещё. Зарядика. Всё, отлично. С него, кстати, геридий падает. Здрасте. Всё нормально. Я разобрался с хищниками, пацаны. Можете бегать безумно и дальше. Так, главное, чтобы меня не запалили стражи. Итак, тут у нас есть пещера. В общем, на этой планете мы долго не задержимся. Какая-то она не очень. И знаете, что я тут подумал? В следующем обновлении добавят возможность постройки баз. И я бы хотел эту базу построить на планете, где будут маленькие острова, а в основном там будет океан. И было бы прикольно найти небольшой остров и там как бы построить свою базу, свое убежище. А вокруг нас будет окружать океан. Вот это вот моя мечта на данный момент в этой игре. Так, короче, давайте полетели уже. А нет, погодите, тут же есть луч, вот этот вот сканер. И что-то ещё отображается. А, это я помещал вот этот вот домик. Но там ничего интересного нет. Давайте сейчас скрафтим обходной чип тогда. И посмотрим, что на этой планете ещё интересное есть. Так, давайте. Обходной чип, плутоний железо. Это у нас всё есть. И сейчас выберем что-нибудь с вами. Монолит, аванпост, убежище. Давайте на этот раз, наверное. Может существо какое-нибудь встретим. Итак, убежище у нас две минуты. Всего лишь капсула какая-то. А, это, возможно, капсула, которая нам даст ячейку ещё одну. Ладно, давайте две минуты. Я уже бежать не буду. Давайте прыгнем в корабль. И полетели. Кстати, я понял, из-за чего у меня просадки в корабле. Это из-за того, что я иногда сворачиваюсь, чтобы посмотреть записи предыдущие. Так что нужно не сворачиваться, и всё будет хорошо. Так, вот эта вот капсула, да, у нас появилась. А это у нас что такое? А, это у нас сигнал бедствия, по-моему, на другой планете. А, нет, завод, завод, вспомнил. Завод на другой планете. Да, на другой планете. Вот туда мы тогда и полетим в следующий раз. Точнее, не в следующий раз, а чуть попозже. Сейчас ещё тут погуляем. Но эта планета, откровенно говоря, так себе. Я уже не раз это повторял. Но животные тут прикольные. Особенно этот жукам агрессивный. У нас практически заобнил. Тут, кстати, золото немножко подбываем тогда и золото. Раз уж нам по пути. И будем постепенно отсюда тогда сваливать. Хотя, ну, выглядит... Выглядит неплохо, на самом деле. Но это не то, чего я хочу. Всё-таки, даже зимняя планета была получше. Так, да, это капсула. С помощью которой мы можем апнуть наш инвентарь. Расширить, так сказать, такая-то что-то такое. Камеш какой-то. Титан. Титан-то хорошо. Сбираем титан. И сейчас зайдём в эту капсулу. Сейчас вроде за деньги будет апгрейд. Давайте глянем. Заодно восстановимся в этой капсуле. Так, улучшение костюма. Ячейка. Да, одна дополнительная ячейка. И стоит уже 10 тысяч. И, по-моему, с каждым разом на 10 тысяч всё это дело будет дороже. Но, в принципе, для нас сейчас это не деньги. 10 тысяч всего лишь. Тем более, что у нас 200. Так, а тут ещё что-нибудь есть? Нет, по-моему, да. Да, здесь больше ничего нет. Окей. Давайте осмотримся здесь. Накопаем себе немного голды тогда. И, в принципе, отсюда можно уже спокойно сваливать. Так, ещё один какой-то корабль. Но это маленький. О, ещё одно животное, смотрите, нашёл. Жесть какая. Виндов. Чего? Виндов. Спокойный. Травоядный. Значит, можно познакомиться. Давайте-ка познакомимся с данным существом. Это ещё птички, кстати. Но птичку я не могу отсканировать, потому что она виляет. На ласточки, похоже. Нужно сбить одну птичку, чтобы просканировать. Сколько мы животных нашли вообще на этой планете? Блин, жесть, смотрите. Это клюв или что? Как будто шапочка какая-то. Или клюв вверх ногами. Блин, ну и мышцы у него, смотрите. Качок какой-то. Давайте его так и назовём. Качок. Так. Переименовать. Качок. Вот так. Их тут два, смотрите. Два качка. А, не. Это какой-то другой качок. У этого горб, смотрите. Это, может, качок женского пола. Зрелый. Нестандартный. А этот какого пола? Так, не отображается теперь. Ну, алё. Какого пола ты? Так, вот. Пол асимптатический. Ё-моё. Блин, ну с горбом, наверное, чуваку не повезло. Но они убегают. Не хотят знакомиться со мной качки. Хотя, вот, остановился. Блин, такое ощущение, что у него вместо головы мандарин какой-то. О, ещё одни животные. Это что такое? Крыса-обезьяна или... Жесть какая. Пол альфа. Альфа-самец, что ли? Иди сюда, малыш. Покормить его можно углеродом. И он нам что-то покажет полезное. Но я этого не буду делать. Я хочу качка. Давайте качка покормим. Качок. Хочешь, чтобы у тебя ещё были больше мышц? Держи углерода. Качок доволен. Блин, реально, голова апельсин или мандарин. Смотрите на его глаза. Ты нам поможешь, качок? Найти что-нибудь интересное. Что? Идти за тобой? Ну и зад у тебя огроменный. Ноги не подкачал, правда. О, что-то нашёл, нашёл. Ну-ка. Вещество. Вещества я люблю, спасибо. Спасибо за вещества. Когда буду их принимать, буду вспоминать о тебе, качок. Удачи тебе. Так, ну вот и познакомились с качком. Так, теперь было бы неплохо птичку сбить. Давайте собьём птичку. Не очень получается. Блин, как она виляет. Ну я вроде попадаю. Так. Ну прадой ты уже. Сколько у тебя надо всадить этого лазера? Блин, она сейчас далеко улетит, и я вообще никогда не пойму. Вот что сраная птица. Так, а поближе нету где-нибудь? Вот башкой прямо лучше, чтобы кружила. Блин, сейчас бы снайперку какую-нибудь. Я бы быстренько разобрался с этой птицей. Сраной. Ну я попадаю точно, как вы видите. То ли кровь, то ли ещё что-то. Вот сейчас. Но она чуть не подыхает. Не хочет. Всё, летит и... Всё! Чувак, качок, ты чего подлез-то, друг? Мы же с тобой всё ещё друзья? Блин, нихрена меня качок пнул. Сквозь меня провалился. Это, кстати, жирный какой-то. Ещё же... О, ещё одно животное. О, это полная противоположность качку. Ловакам адми... Чего-то там. Пол у него нет. Без пола. Здорово. Как дела? Ну это пугливое какое-то животное. Очень странная у него морда. Блин, ну генератор, конечно, радует. Таких чудищ создаёт. Так, ладно. Чё-то мы тут задержались слишком. Здравствуйте, страж. Где мой корабль-то, лол? Ага, ну там чё-то далеко, да. Я отошёл. Тут качки пасутся. Но птичку я так не сбил, к сожалению. Сколько я уже животных... Может, я всех животных сейчас найду? Троих осталось найти. И... И потом ещё точек маршрута куча найти. Ну, блин, я не буду исследовать полностью эту планету. Нет, не хочу. А то сейчас найду всех животных, потом захочется найти все точки. Нет. Лучше я уж отправлюсь дальше. Чё я там обнаружил? Я же там чё-то обнаружил. Я уже забыл, блин, с этими животными. Или нет? Я же чип делал, и чё-то я обнаружил. Так, возвращаемся, в общем, в болото. Где-то должна быть метка. Или я пешком сюда пришёл. А, да, я совсем, блин, уже сбился с этими животными. Да, я же обнаружил капсулу вот этого. Пришёл, прокачал свой инвентарь. О, ещё, ещё новое животное. Ну-ка. Ну, это, похоже... Блин, какой-то дракончик. Крыса-дракон. Фу, а этот с прыщами каким-то. Фу, мерзкий какой. Чё он не анализируется? Ну, вот всё. Блин, сейчас реально всех животных найду, наверное. Ну-ка. А, нет, до сих пор троих должен найти. Ну, это наверняка одно животное. Это птичка вот эта вот. Дальше не знаю, не хочу искать. Всё, давайте, наверное, заваливаться в наш корабль. Да и полетели уже. На другую планету, на соседнюю. Всё, погнали тогда. Давайте посмотрим, что у нас там по топливу. По топливу у нас более-менее всё нормально. Гипердвигатель нам сейчас не пригодится. Прыжки мы совершать не будем. Давайте глянем, где эта планета вообще находится. Так, где-то она вот с этой стороны. Там, кстати, камень, который слово даёт. Или нет? Нет, это, по-моему, геридий. Вот, этот завод. Написано, что он вне планеты. Наверное, имеется в виду, что вне этой планеты. Скорее всего, на той. Давайте туда попробуем ускориться. Так, слушайте, давайте, наверное, включим импульсный привод. И быстро доберёмся сейчас. Красота. И там ещё луна. Можно, в принципе, туда сбегать. Но там вряд ли будет что-то интересное. Да и луна совсем крошечная. Так что, не знаю, стоит ли туда вообще приземляться. Так, всё. Блин, рано я затормозил, видимо. Теперь 23 минут до туда пилить ещё. Но зато здесь можно осмотреть корабли. И немножко ресурсов подобывать. Блин, что это за корабли? Вот, мне интересно. Почему нельзя как-то проанализировать их? И узнать, например, кто они? Или из какой фракции? Они торговцы? Или пираты? Или ещё кто-то? Или, может, государственные какие-то корабли? Было бы вот интересно узнать. Ну-ка, давайте попробуем. Анализатор включить. Нет, либо я далеко нахожусь. Либо нельзя эти корабли проанализировать. Давайте поближе подлетим и попробуем ещё раз проанализировать нашим анализатором. Так, тормозим. Анализируем. Ну, я проанализировал их, но как бы мне не сказали, кто это такие. Так что мы с вами, похоже, так и не узнаем. Кто они и почему они здесь зависают? Хотя у них, вот смотрите, эмблемки какие-то есть. Возможно, это эмблемы различных рас. И так можно, наверное, понять, чьей расе хотя бы принадлежит тот или иной корабль. Ладно, погнали тогда 20 минут. Уже 2. Я думаю, импульсный этот привод я включать не буду. Так, полечу уже. 2 минутки, в принципе. Я пролететь смогу. Так, друзья, и у нас, похоже, проблемы. Мне написали, точнее сказали, что... Вот, враждебное сканирование идет. И это сканирование определило, что у меня ценный груз, похоже. Блин, похоже, надо сваливать. Ребята, запускаем импульсный двигатель. А, я не могу его запустить, потому что вражеская угроза, блин. Жесть какая. Ладно, давайте попробуем от них свалить. Потому что сражаться это не лучшая идея. Они начали смолять лазером. Так, блин, давайте срочно входить в атмосферу планеты. Блин, как бы газу-то подать? Они сзади. Давайте как-нибудь маневрировать, чтобы они не попали. Я даже не понял, кто это. Давайте развернемся, хотя бы глянем, кто это. Ради интереса. Может, мы сможем их уничтожить, слушайте? Их всего два. Два маленьких кораблика. Я думал, это те большие чуваки напали на меня. Давайте попробуем с ними разобраться. Блин, ну, вряд ли у меня это получится. Тем более, уже они мне половину, больше половины защиты снесли. Блин, жизнь, фух, они дамажат. Дамажат. Я успею восстановить защиту. Так, я не туда, блин, зашел. Вот, щит, отражающий железом давайте. Отлично, восстановили. Так, все нормально. Давайте тогда попробуем с ними повоевать. Так, разгоняйте. Да хватит, по-моему, шмолять, мразь. Блин, я не успеваю просто. Нужно, наверное, разогнаться. Вот, отлично. Так, попал немножко. Ну, жесть, посмотрите на мой дамаг. Сравнить просто. Да, ну, мой дамаг совсем мизерный. Они мне уже опять защиту раскирачили. Так, заправимся железом. Полетели. Короче, полетели в атмосферу. По-моему, сейчас бесполезно с ними сражаться. Потому что у меня дамаг вообще никакой. Я могу, конечно, их победить, если бесконечно чинить свою защиту. Да, блин, хватит, блюд. Сраные говноеды. Вот сволочь, он еще так маневрирует быстро. Я просто не успеваю за ним. Ну, вы сами все видите. Так, надо стрелять на опережение. Чуть-чуть я ему ХП снес, а он мне дохерища опять. Снова тогда восстанавливаемся. Уже цинк пошел. Но это мне не помогает, друзья. Так что будем мы, наверное, все-таки сваливать. Очень хочется с ними, конечно, повоевать, но у меня это не получается. Почему, блин, я нажимал на газ, и мой корабль резко затормозил? Очень странно. Так, ладно, полетели отсюда. Будем тогда потихонечку восстанавливать щит и пытаться как-нибудь мансовать. Я не знаю. Ну, он иногда попадает, иногда не попадает. Два атакующих корабля. Так, снова давайте щит восстанавливать. Титан так закончится и цинк. Я все подряд использую. Так, ну мы вроде входим в атмосферу. Блин, сраные ублюдки. Очень долго. Так что, я не знаю, возможно, все-таки надо было с ними разобраться. Ладно, давайте еще раз попробуем. Не получается у меня их хорошенько надамажить. Смотрите, как они льсят. Вроде дамажен, но это очень. Немножко. И мне приходится все время быстро восстанавливать щит. Вроде, сукины дети. Найди сюда, мразь. Да уж. Но это надолго, друзья. Друзья. Снова восстанавливаемся. Нет, в общем, я попробовал с ними как-то повоевать, но это бесполезно. С моим-то оружием, с моим дамагом и то, что я еще не научился нормально стрелять. Так что, вроде, мы достигли атмосферы. Вроде, они отстали. Вот же пидоры. Так, давайте приземляться тогда. И будем отдыхать. Куча цинка. Я потратил кучу железа. Все, точнее, железо. Все, что мне было. И планета, похоже, опять какая-то не очень, к сожалению. Так, ну зато эти говноеды, блин, от меня отстали. Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь за завод вообще. Он, кстати, далеко на самом деле находится. Я не с той стороны залетел, но все эти сраные бандиты мне подпортили. Ну, в принципе, ладно. Не так уж далеко лететь. Так что, постараюсь сейчас по-быстрому как-нибудь долететь. Так, мы же можем сейчас ускориться. Да. Да, сейчас быстро с вами долетим, ничего страшного. Опять какая-то зелено-красная планета, и здесь ничего нет. Хотя... Хотя эта планета все-таки немного отличается. Грибы какие-то, смотрите. Куча грибов и одна большая поляна. С холмами. Так, а это что такое, погодите? Вот, давайте здесь тормознем. До завода все равно далеко еще. Давайте хоть здесь осмотримся. Может, что-нибудь интересное найдем. Так, ну, здесь посветлее, по крайней мере. Не такая она красная, как я думал. О, и дождик тут есть, смотрите, неплохо. Планета... Чего-то там не буду даже пытаться прочитать. А, тут радиация еще. Да, не очень хорошая планета. Есть тут радиация. Так, давайте посмотрим, живет ли здесь кто-нибудь. Скорее всего, это опять какая-то заброшенная станция, заброшенная база. Или нет? А, нет, смотрите, двери рабочие. О, тут даже стол какой-то есть. С малограммами. Интересно. Так, это у нас что? Технология очередная. И отскакивающие гранаты. Ничего себе. Ну, скорее всего, они нам не пригодятся. Но, тем не менее, это что-то действительно интересное. Так, здесь у нас что? Ничего. Ну, похоже, здесь кто-то есть живой. Сейчас мы это узнаем с вами. Тук-тук. Закрытая дверь. Ну, опять этот сраный атлас пас требуется. Так, а вот здесь, смотрите, наблюдательный пункт. Сигнал, отправленный давным-давно из далекой системы, ждет моего ответа. В пустой строке ввода видно три числа. Полагаю, мне известно, что идет дальше. Чего? Откуда мне известно? А! 17.02. 70.21. 0.2.17. Ну, тут есть какая-то очередность, да? Ну, похоже, 21.70. Следующий идет. Я угадал? Я открываю область в глубине космоса. Поймал сигнал. Вайкин теперь относится к вам лучше. Да, я все-таки угадал. Не, ну эта планета поприкольнее, конечно, выглядит. Какая-то поляна. Но все равно не очень. Так, и мы нашли какие-то руины. Они тоже очень далеко, но они, кстати, практически по пути с заводом. Так что сначала мы, похоже, достигнем руин, потом уже с завода. Вау, смотрите, какая голограмма. Светит ярко в глаза. Может, нам ту дверь открыли? Вряд ли, конечно. Попробовать стоит. Нет. К сожалению, атлас пас требуется. Ладно. Так, а с этой стороны мы зайти не сможем? Блин, гигантские грибы и токсичный, похоже, дождь. Не, ну это все-таки интересненькая планета. Уже можно сравнить ее с той, где были леса и зимний суровый холод. Нет, похоже, больше мы ни с какой стороны зайти не сможем. Так что давайте сохраним эту точку, наверное, и будем отсюда сваливать постепенно. Что у нас тут есть? Аптичка, вот, отлично. Восстановим здоровье. Здесь у нас гетский амулет. Еще один, нужно все это дерьмо продать потом. И давайте сохраним эту точку. Какое там болото? В общем, открыли болото с вами. Так, животных здесь пока я не вижу. Только гигантские огромные грибы. А что это такое вообще, как раз? Углерод, да? Углерод нам, в принципе, не нужен. У нас его много вроде. Давайте два гриба спилим. А там уже видно будет. Сейчас, значит, полетим к руинам в первую очередь. Посмотрим, что там. Скорее всего, мы изучим пару слов. А, кстати, нет свободных ячеек. Скорее всего, мы изучим пару слов новой расы. У нас, кстати, освободилось место. Можно скинуть гериди, я думаю. И платину. И титан. Остальное все пока что у себя оставим. Так, и здесь еще есть сканер. Кстати, я пропустил совсем. Еще один домик. Давайте тогда туда заглянем и будем уже отсюда свалить. Вдалеке, кстати, еще одна база. Она как-то не сканируется почему-то. Так, ладно, давайте заглянем сюда. Вряд ли здесь я что-нибудь полезное найду, но тем не менее. Так, технология. Адаптер-рассеиватель. Ммм, неплохо. Так, это у нас ничего. И все, больше здесь ничего нету. Ладно. Так, ну я думаю, мы эту антенну тогда юзать не будем. Точнее, этот сканер. Где он вообще? Вот он. Потому что, в принципе, нам ничего не нужно. Мы и так все знаем. Нам нужно найти завод и плюс еще здесь руины. Рядышком. Так что давайте найдем лучше наш космолет, да и полетим уже отсюда. Да, но планеты все-таки посимпатичнее выглядят, чем предыдущие. Здесь действительно можно попутешествовать. О, животное. Олень какой-то. Отлично. Тут и животное, оказывается, есть. И всевозможные грибы. Смотрите, куча грибов и все они разные. Так, а это что такое? Это у нас ничего. Ну-ка давайте глянем на животное. С рогами. Ну и морда у тебя. Ну это еще более-менее, на самом деле. Генератор еще пощадил это животное. Так, это мы уже нашли. Все, вас только двое, что ли, на этой планете. Больше никого нету. Пока никого не вижу. Ладно, блин, никак не могу дойти до своего корабля. Все время мне что-то мешает. Так, давайте. Платину сорвем. И полетели. Полетели дальше в эти руины. А потом впоследствии уже на завод, как и планировалось, собственно. Все, долетел я уже до руины. И тут еще одна есть какая-то база. Может быть, потом сгоняем. Но сначала все-таки руины. Так, садимся. И там что-то интересное. Дальше я еще видел куб какой-то. Так, опять дождик пошел. Дожди тут, похоже, частые. Хотя на небе ни одного облачка. Упс. Так. Так, и здесь у нас действительно какие-то интересные руины. Блин, выглядит круто, конечно. Только вот вопрос, мы обратно потом сможем зайти, залезть? Скорее всего, да. Так, окей, давайте исследовать. Что-то тут интересное. Камень знаний. Визуальный. Так, здесь у нас что? Уже 15 слов мы с вами выучили. Блин, что-то блестит как будто. Ну-ка, мы можем сюда... Да, эти камни блестят. Мы можем сюда подняться, но здесь ничего, к сожалению, нет. Что-то всякие отверстия, похоже на окна. Вазы какие-то есть. Как будто это действительно древние какие-то руины. Ну-ка, здесь? Здесь тоже, похоже, ничего нету. Неужели здесь вообще ничего не будет, что можно будет использовать? Ай-яй-яй, упал опять. Так, может быть, спуститься нужно и здесь что-нибудь будет? Ну-ка, давайте глянем. Не может же быть такого. Просто руины, типа. И все, больше ничего. Только камешек, который позволил нам выучить одно слово. Ну, что-то как-то маловато. А, вот с этой стороны, да, есть какой-то камешек. Смотрите, флаг извивается. И еще один камень знаний. Давайте его завязаем тогда. Обнаружение. И посмотрим, что это у нас. Прах. Прах какого-то орка. Так, ну-ка, давайте осмотрим на этот прах. Это какой-то даже ром. Однажды этот странный инопланетный обелиск вобрал в себя отпечаток древней цивилизации. Каким-то образом история вайкинов выходит наружу на моем языке. Благородных странников пощадят, их путешествия через космос не будут мешать. Так решено. Того требует хирк. Вайкины последует осуждение прощуров. Попросить о помощи с языком. Ну, это намек на то, что если мы будем разбойничать, мне так кажется, то эта раса на нас сагрится. Мы изучили слово варп. И теперь данная раса к нам относится получше. Да, скорее всего, если мы будем херачи всех подряд, воровать, так сказать, то и эта раса нам будет отплачивать, так сказать. Так, давайте, в общем, возвращаться в наш корабль. Я думаю, на тот завод, точнее... Я думаю, на ту базу мы уже не пойдем, тем более я уже даже забыл, где она находится, в которой я пролетал. Так что погнали лучше дальше на завод. Прошел я тут дальше немножко и нашел тот куб, который мы видели с вами издалека. Здесь тоже что-то есть, как-то с ним можно взаимодействовать. И я прикладываю ладонь к монолиту и отхожу назад, когда он начинает таять от моего прикосновения. Расплавленный камень стекает вниз, обнажая нишу внутри. Там я вижу невероятные сокровища, древние технологии и предметы, которые помогут мне в путешествии. Лава продолжает течь. Вся эта конструкция выглядит очень недодежно, но снаряжение, которое может мне пригодиться, находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Вдруг земля, на которой я стою, начинает содрогаться от голосов древнего племени. Но мне кажется, лучше туда не лезть. Блин, конечно, хочется, хочется попытаться. Вдруг там действительно что-то крутое. Но нет, я лезть не буду. Или протянем руку. Или отойти. Нет, отойдем, друзья. Я так решил. Древние воины, некогда поклонявшись этому камню, благодарят меня за проявленное уважение. Видите, я поступил правильно. Ну, хотелось, конечно, попробовать забрать. Но взамен вроде ничего не дали. Зато Вайкин теперь относится к нам получше немножко. Так, ладно, давайте, блин, долетим наконец до этого завода и посмотрим, что это такое. А, вот, идол нам дали. Неплохо. Ну-ка, сколько он стоит? Где он вообще? Наверное, в экзокостюме у меня. 25 тысяч, неплохо. Нормально, нормально. Так что, возможно, если бы я протянул руку, меня бы вообще убили. Или что-нибудь типа того. Так, бегают тут какие-то животные. Этого я вроде уже изучал. У него панцирь есть небольшой. Че ты пристал к моему кораблю? Вали отсюда. Пока я тебя не напинал. Ай, я сдаюсь, погоди. Блин, я не ожидал, что он... Что он агрессивный. Некрена, он, кстати, у меня отнял полхп практически. Ты сдох или нет? Сдох вроде. Вот же ублюдок. Платоядное, ясно. Ну это хищник, в общем. Окей. Так, ладно, давайте запрыгивать. Пристал к моему кораблю. Хотел, видимо, чем-то поживиться. Ублюдок. Так, давайте уже долетим, блин, до этого сраного завода. Вот он уже недалеко, я его вижу практически. А, нет, мне показалось, 10 минут, блин, целых до него. Да, ну это все из-за того, что эти пираты, которые за мной погнались, помешали мне с нужной стороны приземлиться на эту планету. И теперь, блин, 10 минут лететь. Ну просто замечательно. Ну ладно, хотя смотрим планету. Хотя она вроде везде одинаковая. Чувствую себя каким-то дальнобойщиком, будто в Евротрак-симулятор играю какой-то. Наслаждаюсь видами. И еду вперед. Надеюсь, топлива хватит. Хотя у меня оно есть всегда в инвентаре. Да, ну здесь, конечно, красиво. Но планета все-таки средненькая. Средненькая. Я не буду ее называть плохой, как предыдущая, которая красно-оранжевая, красно-оранжевая, серая. Эта планета хоть немножко по разнообразен. Можно было, конечно, вылететь бы с атмосферы, не лететь на 10 минут, но я все-таки решил прокатиться. Все, мы уже близко. Буквально 10 секунд осталось. Так, ну давайте посмотрим, что это у нас за такой вот завод. Так, и... Что-то не похоже на самом деле это на завод. Ладно, давайте присядем. Что-то долго я приземляюсь. Куда я приземлился? Блин, волк на камешек прямо какой-то. Ну ладно, нормально, в принципе. Парковочка. Зато здесь меня никто не достанет. Так, еще одно новое животное. У них всех, кстати, вы заметили, у них всех рога. Ну практически. Так, ладно. Потихонечку будем спускаться. Но это какой-то совсем крошечный заводик. Я, честно говоря, думал, что тут реально огромный завод какой-то. Окей, ладно. Глянем сейчас, что это за сигнал оттуда исходил. И кто хочет, чтобы я сюда попал? И зачем? Так, во-первых, давайте облутаем груз. Сфера здесь. Здесь у нас защитный осколок. Защитный осколок на самом деле сразу можно выкинуть. Ну его нахрен. Просто так его держать. Так, и все. Больше здесь ничего нет. Можно сохранить эту точку. И сейчас посмотрим с вами, что же внутри этого завода. Руда, кстати, какая-то. Это, по-моему, Гериди, наверное. Так, где здесь вход, во-первых? Дальше, кстати, прошел. Или нет? Нет, идет до сих пор. Его как-то то видно, то не видно. Или мне кажется? Нет, он идет. Идет, но его как-то не видно почему-то. Так, ладно. Завершен важный этап путешествия. Так, и здесь, кстати, закрытая стальная дверь. Бродяга мы теперь. Что ж, похоже, чтобы попасть нам внутрь этого завода, нам придется расхерачить данную дверь. Блин, ну сейчас стражники налетят. Да, вон уже на это один летает. Давайте тогда пока что облутаем все, что можем. Но он не уйдет. Будет так и зависать здесь вокруг. Он специально, видимо, этот завод именно и охраняет. Давайте, может, свет выключим. Ладно, хрен с ним. Давайте уничтожать дверь. Хотя он вроде не заметил. Блин, ну дверь реально очень прочная. Ну все, они меня обнаружили. Ладно, давайте испытаем нашу новую пушку тогда на них. Где он? А, вижу. Блин. Не попал. Они еще ввеляют говноиды. О, нормально. С одного выстрела просто. С одной гранатки. Так. Промазал. Отлично. И последний. Блин, перезарядка. Все. Ну, вот так вот мы решаем вопрос. Это что такое? Обломки, кстати, выпали. Интенсивность гранат Сигма. Ну, эти гранаты я вряд ли буду использовать. По мне бесполезны, наверное. Так, все. Больше никого нет. Мы можем спокойно уничтожать. Блин, оружие разрежено. Давайте зарядим. Ну, нормальный такой плазмобластер. Неплохо. Он заходит против, по крайней мере, стражей. Так. Углерод или плутоний. Давайте углеродом, наверное, заправим. Все. Теперь до конца доломаем дверь. Но она очень прочная, на самом деле. Но, тем не менее, мы ее сломали. Там опять какая-то сирена. Нам нужно, похоже, это все дело отключить. Давайте посмотрим. Где-то под ногами я слышу бесконечный шум автоматизированных машин, выполняющих неизвестные задачи для неизвестных хозяев. Мигает экран, на котором появляются буквы. Надо-надо, беги от атласа, найди нас, надо-надо. Затем на нем отображается формула. С ее помощью можно создавать собственную антиматерию. Отлично. Рецепт антиматерии. С этими знаниями я могу создавать варп ячейки. Последняя часть головоломки. Я могу путешествовать туда, куда захочу. Или мне нужно последовать за атласом. Или найти надо и полу. Блин, вот я тоже думаю. Какие-то чуваки хотят, чтобы... Ну, в принципе, и атлас хочет, чтобы я их нашел. И еще какая-то надо и какой-то пол. Кто это такие? Что они от меня хотят? Без понятия, друзья. Хотелось бы, конечно, и тех, и тех найти. Но атлас мне точно нужен, чтобы атлас пас этот найти. Возможно, они мне его подарят или типа того. Так, что у нас тут? Технология какая-то. Боевой усилитель сигма. Ну, так себе. Здесь у нас первая помощь. И больше... Больше ничего здесь нет. Так, ну, понятно, что ничего не понятно. Будем искать. Будем искать. Надо и полу. И будем искать атлас. Так, ну что. На этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok